Всех приветствую на канале, с вами Резонанс и сегодня у нас будет подробный гайд на таланты персонажа, а также немного заденем тему гербов. Давайте приступим, начнем с каких-то определенных базовых вещей. Таланты героев открываются половномерно, первый талант открывается после получения героем 6 звезд, второй открывается после получения 10 звезд. Гербы в свою очередь открываются при получении 100 уровня и достижением 7 звезд героя. Талант героев улучшается вплоть до 3 раз и одинаковые навыки в гербе и таланте не суммируются. Более подробная информация у вас сейчас в принципе перед глазами. Далее мы с вами поговорим о гербах, гербы также имеют одну из трех степеней улучшения и чем более высокого ранга герб, тем более высокий ранг таланта может находиться непосредственно в гербе. Касательно перековки гербов все довольно таки просто, можно отдельно искать нужные вам таланты за определенное количество ресурсов, а также отдельно искать нужные собственно вам атрибуты. Гербы делятся на 5 рангов от низшего к высшему, начиная от герба природы, заканчивая собственно гербом неба. Как я уже говорил ранее, чем выше ранг герба, тем больше шансов получить талант третьей степени. Что же касается атрибутов, начиная с герба солнца появляются вспомогательные атрибуты, которые усиливают вашего персонажа. Подробно можете ознакомиться в этой вкладке, на максимальной прокачке герба доступно 3 слота атрибутов. С общей информацией мы закончили, теперь непосредственно переходим к обзору самих талантов. Будем вкратце быстро пробегаться по каждому таланту, буду примерно говорить кому он подходит и для чего и в каких ситуациях его можно использовать. Таланты мы с вами будем рассматривать на максимальном уровне раскачки. Первый талант ускорения, довольно таки универсальный талант, который может использоваться на любых персонажах, которые наносят отрицательные эффекты на своего соперника, либо же накладывают на свою команду положительные эффекты. В пвп же контенте подходит данный перк персонажам, которые отыгрывают непосредственно от первого хода. Навык эхо и комбо третьего уровня. При использовании атаки есть 40% шанс активировать комбо, которое применяется силой в 50% от изначального навыка. Данная способность подходит вообще всем персонажам, так как это дополнительный урон, дополнительное исцеление, либо же дополнительный шанс наложить какой-либо контроль, в зависимости от типа персонажа. Применяется как в пве, так и в пвп контенте и подходит абсолютно любому персонажу. Сила 3 и магия 3 повышает физический, либо магический урон на 15 единиц и также повышает атаку на 600 единиц. В целом, навык подходит только персонажам атакующего типа и не является лучшим выбором в качестве дамага, так как есть другие способности, которые более подходят для этого. Критический урон 3 повышает критический урон на 30% наносимый персонажами. Данная способность подходит только персонажам атакующего типа, использующие критические удары. В целом, способность предоставляет неплохое увеличение урона, но есть более перспективные способности, позволяющие наносить урон. Шанс крита 3 повышает шанс крита на 17%. Основная атакующая способность, которая ставится практически на любого атакующего персонажа. Исключение составляет персонажи, которые не используют непосредственно критические атаки для нанесения урона. Оксетичность 3 есть 36% шанс снизить у цели лечения и поступающее лечение на 30 на 3 раунда. Данная способность является довольно-таки хорошим дебафом, с учетом того, что в игре много персонажей саппортов, которые довольно-таки неплохо хилят, а также есть персонажи, которые сильно себе восстанавливают хп. Данный талант по большей степени подойдет вашим саппортам, чтобы задебафать вашего врага. Уклонение 3 повышает уклонение на 14%, а также снижает урон от целей с эффектом силы и мана на 15%. Неплохая защитная способность, которая срабатывает довольно-таки часто, но, к сожалению, на данный момент в игре не так много персонажей, которые смогут ее полностью реализовать, поэтому данную способность я бы не советовал. Эта способность также нивелируется точностью и плюс она не спасает от дебафов и также периодического урона. Очищение 3 в начале раунда есть 60% шанс рассеять в себя ослабление, довольно-таки сильная защитная способность, которая спасает от периодического урона, а также негативных эффектов. Данную способность можно использовать в защитных формациях. Выживание 3 после поражения есть 60% шанс возродиться и восстановить некоторое количество хп. Можно использовать, опять же таки, в формациях защитного типа данную способность для выживания, но, на мой взгляд, опять же таки, не лучшее решение и подходит под определенных только персонажей. Также есть благословение 3. После поражения есть 16% шанс возрождения и восстановления 50% ОЗ. Довольно-таки низкие шансы возрождения, но 50% ОЗ может в какой-то степени спасти, как в ПВЕ, так и в ПВП контенте. Так что эта способность более интересная, нежели предыдущая. Подходит также только в основном в защитной формации. Сопротивление маги, а также сопротивление к защите снижает получаемый магический урон на 15% либо физический урон на 15%. Данные две защитные способности, опять же таки, подходят только исключительно в защитные паки и не являются, опять же таки, лучшим вариантом. Но снижение урона все же никогда не лишнее. Убежище 3. Снижает урон по целям с эффектами шанс крита, комбо, эхо на 30%. На данный момент это один из сильнейших защитных перков в игре, который подходит для защитных формаций и ставится абсолютно в каждого персонажа в защитной формации. Пробиваемость 3. Финальный урон игнорирует 30%, единиц защиты цели, это один из сильнейших атакующих перков в игре. Данный перк можно использовать на любом вашем бойце атакующего типа, за исключением бойцов, применяемых периодически урон. Можно использовать данную способность как в атакующих, так и в защитных формациях. Контроль 3. Повышает контроль на 11%, снижает шанс крита на 10%. Ну, собственно, данная способность, говорит сама за себя, подходит только персонажам, которые используют контроль. Таких персонажей в игре не так много. Щит 3 в начале боя предоставляет всем союзникам щиток мощностью в 12% от собственных УЗ на 2 раунда. Данная способность довольно-таки неплохая в защите, можно использовать на персонажах защитного типа танках, да, так как у них достаточно большое количество ХП, будет довольно-таки неплохое прикрытие на первые несколько раундов, хотя скорее всего щиток рассыпется уже после нескольких ударов. Плюс этот щит можно рассеять, к сожалению, так как он не является неснимаемым, что делает его эффективность еще менее гибкой в плане ПВП контента. Но все равно является довольно-таки неплохой способностью. Доблесть и концентрация уровень 3. Повышает физический урон на 20%, другая же способность повышает магический урон на 20% на 2 раунда в начале боя, и этот эффект невозможно развеять. Довольно неплохие атакующие способности для первозаходящих формаций, которые способны уничтожить своего врага за 2 раунда. Из минусов эта способность не увеличивает периодический урон, а также заканчивается, как ни странно, через 2 раунда, и вся ее эффективность пропадает. Не является лучшим выбором в качестве атакующих все же перков. Рябь 3. Коэффициент финального магического урона варьируется между 100 и 120%. Довольно-таки сильно атакующий перк, который подходит исключительно магам. Увеличивает именно конечный финальный урон после всех применений способностей, что делает его крайне эффективным. Советую собирать данный перк, если вы играете на первозаходящих магических формациях. Амнистия 3. Повышает атаку на 6%, есть 30% шанс облегчить получаемый урон на 50% при потере более 40% ОЗ за атаку. Один из сильнейших атакующих перков, к тому же еще и дает какую-то минимальную выживаемость. Повышение атаки 6% идет непосредственно сразу в карту, что во время боя довольно-таки дает неплохие перемножения. Плюс ко всему прочему, так как атака идет в карту, это усиливает атакующие способности, которые используют периодически урон. А 30% шанс предоставит вам возможность выжить за счет облегчения урона против персонажей, которые наносят большие показательные единицы урона в точку. Данная способность подходит абсолютно на каждого персонажа, как в атакующей, так и в защитной формации. Алчность 3. Восстанавливает УЗ равное 20% от нанесенного магического урона. Данная способность довольно-таки является сомнительной, так как опять же-таки на нее не действует периодический урон, что не позволит вам восстанавливать ХП. А восстановление идет сугубо от нанесенного урона, что опять же-таки в определенных ситуациях, особенно когда у врага есть какие-то дополнительные щиты, либо облегчение урона, либо еще что-то, не позволит вам этот урон наносить, да и восстановление будет крайне неэффективным в этой ситуации. Облегчение урона. В начале боя снижает облегчение урона на 30% на 2 раунда, нельзя развеять. Один тоже из сильнейших деф-перков, который можно использовать на любого персонажа в защитных формациях. Преследование 3. Совершает одну дополнительно обычную атаку после физического смертельного удара. На самом деле не очень хороший перк, так как опять же-таки вам необходимо мало того, что убить вашего врага, так еще одна дополнительная тычка от обычной атаки, это всего 100% дополнительно нанесенного урона. Данный перк подходит лишь нескольким персонажам в этой игре. Уничтожение 3. Есть 80% шанс совершить дополнительно обычную атаку уровень 1 после физического крита. Данная способность подходит только персонажам, у которых довольно-таки сильно забущен шанс этого крита, плюс персонажам по большей степени подходят, которые бьют именно цель перед собой, так как обычная дополнительная атака залетает именно в цель, которая стоит перед вами. Опять же-таки перк ситуативный, подходит только нескольким персонажам в данной игре. Боевой дух 3. При каждой потере 1% хп повышает урон на 0,3% за потерянный процент хп. Данный перк подходит только персонажам атакующего типа, которые используются в защитных формациях. Да и в целом есть более профитные способности для нанесения урона. Этот перк является одним из худших. Прыжок. Возрождение повышает уклонение на 25% на 2 раунда. Надную способность можно использовать с такими талантами, как уклонение, плюс с некоторыми персонажами, которые возрождаются, либо же с перками, которые вас воскрешают. Во всех остальных случаях данный навык не имеет никакого практического применения. Подходит исключительно для защитных формаций. Ярость 3. Возрождение повышает атаку на 30% на 2 раунда. Довольно-таки сильная атакующая способность, но она обусловлена завязкой на возрождениях. А в данной игре не так много персонажей, использующих данные способности. Проще говоря, довольно-таки хороший талант, но довольно-таки ситуативный. Вымирание 3. Есть 30% шанс не дать цели возродиться на 4 раунда. Повышает урон по целям с эффектами благословения и выживания на 15%. Данный навык подойдет как атакующим персонажам, так в принципе и персонажам поддержки, так как 30% шанс не дать цели возродиться поможет как ПВЕ, так и ПВП контенте. Довольно хороший навык. Рекомендую его в использовании хотя бы на одного из пяти ваших персонажей. Рассеивание 3. С 30% шансом рассеивает все усиления с цели во время атаки. Однозначно очень сильный навык, который подходит персонажам поддержки, либо персонажам защитного типа, особенно с нанесением массового урона. Советую также использовать на одном из пяти ваших персонажей. Опять же-таки по большей степени подходит в атакующие формации. Влияние 3. Когда урон персонажа превышает 26% ОЗ цели, есть 40% шанс наложить на нее оглушение на 2 раунда. Неоднозначный перк можно использовать на персонажа, в которые бьют цель довольно-таки высокими процентами атаки. Ну и опять же-таки оглушение всегда можно снять и так далее, поэтому... Подходит только некоторым персонажам в этой игре. Сарказм 3. Во время атаки есть 12% шанс заставить цель совершить обычную атаку по нападающему на 1 раунд. Данная способность довольно-таки сильная, подходит в первозаходящие формации, подходит по большей степени на персонажей поддержки, либо на персонажей защитного типа с массовым уроном. Данный шанс игнорирует все эффекты антиконтроля, присутствующие в персонаже, а также полностью блокирует некоторые пассивные способности персонажей по типу протекция. Данные протекции присутствуют в игре практически у всех танков. Такими танками являются Шахир, Молли, Тритон, а также Джин. Поэтому формацию первозаходящую советую данный перк все же использовать. Замедление 3. Во время атаки есть 40% шанс снизить скорость цели на 10% на 2 раунда. Довольно-таки сомнительный перк, который возможно поможет вам обогнать вашего соперника на 2 раунд, если вы не смогли это сделать на первой при минимальном разрыве по скорости, но опять же таки ситуативный и очень мало где применимый. Слава 3. После поражения есть 50% шанс повысить атаку всех союзников на 30% на 2 раунда. Перк довольно ситуативный, либо с использованием возрождения с такими же аналогичными талантами, либо же с использованием уникальных персонажей, которые воскрешаются для поддержания и увеличения атаки своей команды. Подавить 3. Повышает урон по целям с эффектом жизненная сила или эффектами регенерации. Ситуативный перк, который не советую использовать, 25% это много, но не факт, что у соперника будут именно вот эти способности, поэтому вовсе не универсально. Повышает шанс попаданий на 14%. Также повышает урон по целям с эффектом уклонения или ускорения на 15%. Довольно-таки сильный талант, который поможет наносить дополнительный урон по первозаходящим формациям, так как там большинство использует ускорение. Также позволит вам не промахиваться против защитных формаций, которые используют защитные перки в виде уклонения, либо же воскрешение плюс уклонения. Гипер 3. Повышает сопротивление на 20%. Ой, боже ты мой, кто этот перевод-то вообще кривой писал? Повышает сопротивление к контролю на 20%. Данный талант подходит для персонажей, используемых в защитных формациях. В первую очередь, необходим этот талант ставить на своего саппорта, который, в принципе, клинсит свою команду. Восстановление 3. В начале раунда восстанавливает 6% ОЗ. Абсолютно бесполезная способность, подходящая лишь одному или двум персонажам в этой игре. Полностью советую ее игнорировать. Сопротивление к криту 3. Снижает шанс получения крита на 20%. Один из важнейших параметров в защитных формациях, и этот деф-перк необходимо использовать на всех пятерых персонажей в вашей защитной формации. Данный талант поможет вам избегать критического урона, что значительно уменьшит входящий урон по вам. Жизненная сила повышает лечение, поступающее лечение на 15%. Довольно-таки хорошая способность, которую необходимо использовать на персонажах поддержки исцеляющего типа. Медлительность снижает скорость на 10%, повышает ОЗ на 15%. Данный талант подходит персонажам защитного типа, а также персонажам наносящего урона от собственного процента хп. Зеркало 3. При использовании способности лечения или воскрешения есть 40% шанс рассеять все ослабления с одного союзника, и эта способность целится преимущественно у юнитов с контролем или ослаблением. Талант довольно-таки слабый, так как есть условия в виде лечения или воскрешения, к тому же шанс тоже оставляет желать лучшего, да и клинт всего проходит по одному, не советую это использовать. Отражение 3. Когда герой атакован, есть 45% шанс отразить 40 единиц получаемого урона. Данный талант в принципе подходит в защитные формации, можно всегда отразить очень много урона обратного врага, но опять же таки с определенным шансом. Талант имеет место быть, но опять же таки это лишь одна из вариативностей. Феникс. После поражения есть 15% шанс возродиться в следующем раунде с 25% УЗ, с каждым раундом шанс возрождения повышается на 5%. Возрождение гарантировано после 5 раундов, срабатывает только раз за битву. Навык не такой преимущественно хороший, как предыдущие ресы, поэтому не советую его использовать. Есть более лучшие варианты. Экзорцизм. Повышает урон по юнитам с эффектом Феникс на 30%, юниты, уничтоженные этим эффектом, не возрождаются с помощью эффекта Феникс. Но тоже сомнительная способность, мало того, что мало кто использует Феникс, да и к тому же вам необходимо именно убить врага персонажем с конкретно надетым этим навыком. Короче, тоже не советую это использовать. Жесткий. Повышает УЗ на 6%, снижает получаемый постепенный урон на 17%. Довольно-таки хороший навык. Понижает входящий по вам периодический урон, так как большинство персонажей в огне и большинство персонажей в ветре, а также в тьме наносят этот периодический урон, этот навык довольно-таки можно хорошо использовать, особенно на персонажах защитного типа. Ну и последний на данном обзоре навык – Поглощение 3. Нанося физический урон, восстанавливает УЗ равное 30% от нанесенного урона. Навык исключительно для физических ДД, используемый как в первозаходящих формациях, так и во второзаходящих формациях. Опять же-таки, неплохой навык, потому что 30% – это довольно-таки высокие показатели, высокие цифры, и это можно использовать. На этом наш гайд будет подходить к концу. Я кратко пробежался по всем талантам, по большей степени указал более эффективные навыки и менее эффективные навыки. Если вы хотите больше конкретики, пишите под этим видео своего персонажа. Я подскажу конкретно, какие навыки под конкретно этого персонажа, под конкретную формацию поставить именно вам. Либо же вы можете всегда прийти ко мне на стрим на данном канале и посовещаться в режиме онлайна непосредственно на стриме. Ну а с вами был Резонанс, еще увидимся, до новых встреч, пока-пока. Продолжение следует...